Добро пожаловать на остров Бали. Место, где сказочные пляжи, удивительная культура и живописная местность сливаются в одно незабываемое путешествие. Бали – это остров, где величественные рисовые террасы, потрясающие водопады и активные вулканы создают удивительные пейзажи. Здесь вы сможете погрузиться в природу и насладиться ее красотой. Бали славится своими пляжами, которые манят своим великолепием и спокойствием. На острове вы можете наслаждаться солнцем, плавать в теплом океане и расслабиться под пальмами. Бали – это остров, где культура и религия играют важную роль в повседневной жизни его жителей. Здесь вы сможете открыть для себя богатство балийской культуры через традиционные танцы, церемонии и местные храмы. Бали известен своей уникальной кухней, предлагающей разнообразие вкусов и ароматов. Вы сможете попробовать аутентичные балийские блюда и обнаружить новые гастрономические изыски. Различные города на острове Бали предлагают множество уникальных возможностей для развлечения и отдыха. Перед поездкой, прежде всего, нужно определиться, что вы хотите увидеть и как мечтаете провести время. Привлекают ли вас больше вулканы или водопады, серфинг или квадроциклы, йога или ночная жизнь. И в зависимости от предпочтений выбрать, куда именно стоит отправиться на этом невероятном острове Бали. И сегодня я предлагаю вам познакомиться с некоторыми наиболее привлекательными местами вместе со мной. Добро пожаловать в Денпасар, столицу острова Бали, где современность смешивается с богатым культурным наследием. Это первый город, с которым вы познакомитесь по прибытию на остров, так как именно здесь расположен международный аэропорт. Денпасар, каким мы видим его сегодня, это не только история и традиции, но и современный город с жизнью и движением, которое не прекращается даже ночью. Здесь вы найдете возможности для шопинга, отличные рестораны и места для отдыха. В нем эта местность не особо нас удивила, так что, желая ощутить ночную жизнь Бали, мы первым делом отправились в Hard Rock Cafe, всемирно известную сеть кафе-баров с живой музыкой и качественной едой. Этот и еще множество других баров находятся в районе Денпасара под названием Кута. До того, как прийти сюда, я списалась в инстаграме за несколько дней по поводу того, что у нас есть именинник и будет ли у нас скидка по этому поводу. Сказали, если наша компания состоит из 6 и более человек, то мы можем получить бесплатную бутылку алкоголя. Но так как нас всего двое, у нас другой вариант скидки – 15%. Как известно, это далеко не самое дешевое заведение, поэтому эти 15% вполне сыграют свою роль. Что касается Hard Rock Cafe на Бали, могу сказать, что это одно из лучших заведений этой франшизы. Качество звука отличное, еда и напитки вкусные и обслуживание на высшем уровне. В процессе выступления музыканты периодически объявляли именинников и поздравляли их на сцене, зачастую песней и тортом в лицо. Также, если есть желание почувствовать себя звездой сцены, можете пообщаться с музыкантами и выступить вместе с ними. Думаете, воспользовалась ли я этой возможностью? Естественно! В общем, за пару блюд и несколько коктейлей мы оставили здесь 1 миллион. Сколько? Звучит пугающе, но на деле это 67 долларов. Далее мы прошлись еще по нескольким барам, где напитки обходились нам в сущие копейки – около 2-3 долларов. Особенно этот контраст сцены чувствовался сразу после Hard Rock Cafe. Но и контраст в обстановке сразу видим. Ночная жизнь в этой части Бали хороша, рекомендую. Ну а мы двигаемся дальше. Район Бенуа предлагает разнообразные туристические достопримечательности и возможности для отдыха. Здесь можно найти красивые пляжи с белым песком и теплыми водами. Уникальная природа этого места, роскошные рестораны и сувенирные лавки – все это подарит тихий спокойный отдых от городской суеты. Этот курорт славится своим широким спектром услуг для любителей водных видов спорта. Вдоль берега простирается набережная, куда мы в первую очередь и отправимся. Мы находимся на территории Бали Коллекшн. Сейчас мы идем на площадку Water Flow. Посмотрим, как выглядит набережная. Сейчас на часах 2 часа дня и в это время солнце еще припекает. Поэтому советую ходить с зонтом. К тому же сейчас дождливый период и в любой момент может начаться дождь. Если будете на Бали, советую скачать вам приложение по отслеживанию приливов и отливов, потому что дважды в сутки вода прибывает и убывает. Будет обидно прийти на пляж в момент отлива. Почти на всех пляжах предлагают заняться водным спортом и показывают вам прайс-лист. И эти прайс-листы очень сильно отличаются друг от друга. Поэтому перед тем, как выбрать, на чем вы хотите покататься, чем заняться, посмотрите несколько прайс-листов и выберите лучший. Но абсолютно все ставят цену выше, чем она есть и предлагают скидку. А еще можно торговаться, а не с радостью снизят цену. Иногда цену можно сбить раза в три от предложенной. Будучи на побережье, мы впервые в жизни попробовали серфинг. Получается не у всех и не сразу. У меня получилось где-то с пятой попытки поймать волну, но когда получилось, это что-то невероятное. Даже если у вас не получится, серфинг определенно нужно попробовать. Серфинг мне всегда казался чем-то абсолютно недостижимым. Но здесь это очень доступно. Субтитры подогнал «Симон» Также, будучи на побережье, я успела полетать на параплане. К сожалению, можно это сделать только с инструктором, но все же. Обычно это стоит здесь 110 долларов, как мне сказали, на месте. Но для меня это стоило 850 тысяч. Вероятно, повлияло то, что сейчас не туристический сезон. Этот полет был прекрасен. Вот так это было. Музыка. 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 Далее мы отправимся в культурно-туристический комплекс «Гаруда Вишну Кенсану». Находится он в самом центре полуострова. Зайдя на территорию парка, вы можете добраться до основного здания пешком, либо на вот такой машине. Разница в цене билета незначительная. Музыка. Поездка заняла у нас всего пару минут, значит парк небольшой. В принципе, мы могли пройтись и пешком, но после вчерашнего серфинга мы частично обгорели, так что у нас болит тело. Мы решили ехать. Дживи Кейль – это культурно-туристический комплекс. Служит в качестве памятника национального значения и представляет собой огромную статую Гаруды – мифической птицы из индуистской мифологии. И вишну – божества, являющегося одним из основных божеств в индуизме. Высота статуи составляет более 120 метров и считается одной из самых высоких статуй в мире. Ее размеры поражают воображение и делают Дживи Кейль уникальным местом для посещения. Комплекс также включает в себя театр, галерею и другие культурные и развлекательные мероприятия, которые привлекают много туристов и посетителей. Здесь же вы можете подняться на смотровую площадку, но придется дополнительно заплатить. Сейчас мы едем в центральную часть комплекса, где есть множество других развлечений и мероприятий. Посетители могут наслаждаться традиционными танцами, театральными представлениями, ремесленными выставками, ресторанами с местной кухней и многим другим. Комплекс Дживи Кейль находится на холмистой местности, что предоставляет потрясающие панорамные виды на океан и окрестности острова Бали. Множество площадок и смотровых предоставляют уникальные возможности для фотографий и наслаждения великолепными видами. Представление начинается, пойдем посмотрим. Продолжение следует... Шоу на любителя. И мы не из их числа. На самом деле, эти театральные представления немногим нравятся. Они хороши для разнообразия и удовлетворения любопытства. А мы двигаемся дальше. Посмотрим, что здесь есть еще. О-ля-ля! Ух ты! На трон села, на трон села! Царь во дворца, царь во дворца! Мы зашли в этот парк около пяти вечера. Судя по всему, шоу начинается в шесть. В целом, если вы хотите посмотреть шоу, вы можете оставаться подольше. А нам вполне хватило полтора часа на посещение парка, и мы уже уходим. При выходе, разумеется, располагается магазин сувениров. Он в разы больше уличных сувенирных лавок. Что лично я советовала бы купить на Бали, это знаменитый копи-лювак. Он здесь достаточно дешевый. На днях мы уже купили маленькую упаковку такого кофе за 55 тысяч. Конкретно эта упаковка стоит 130 тысяч. В целом, копи-лювак стоит того, чтобы его попробовать. На Бали очень много косметической продукции с невероятными запахами. Но учитывайте, что они ее очень ароматизируют, иногда даже слишком. Если вам вдруг понадобится качественное эфирное масло, которое подходит не только для массажа, в сувенирных лавках его лучше не брать. Культурная столица Бали – Убуд. В первую очередь, город славится своими изумительными рисовыми террасами. Убуд считается центром искусств на острове. Именно здесь находится большинство музеев, арт-галерей и других интересных мест. Здесь также вы найдете уютные спа-центры, где сможете насладиться традиционными процедурами и участие в йога-классах, окруженных великолепной природой. Мы в Убуде уже три дня, и по первому впечатлению можно сказать, что этот город процентов на 30 дешевле, чем при обрежных районах. Дешевле практически все. Многие кафе гораздо дешевле, ювелирные изделия, одежда и прочее. Как в любом городе на Бали, здесь также удобнее всего передвигаться на скутере. Город очень маленький, его можно буквально за полчаса объехать на скутере. Но так как здесь всегда пробки, понадобится больше времени. Немного о ценах. Один шарик мороженого – 35 тысяч. Но так как фисташковое оказалось веганским, оно стоит 40. Быть веганом дороже здесь. Здесь вообще очень много всего веганского. Например, мы только что вышли из кафе, в котором есть оливье для вегана. Без мяса. Давай мясо! Давай мясо! А обычного нет. Также в Убуде вы можете посетить лес обезьян. Достаточно популярное туристическое место. Нам понравилось. Стоит недорого. 80 тысяч на взрослого человека. Прогуляться там полтора часа нам было вполне достаточно. В целом, даже не обязательно идти в сам лес. Вы можете прогуляться возле него и увидите тех же самых обезьян, которые решили выйти из леса. Сам Убуд маленький город, но из него удобно добираться к водопадам, которых вблизи несколько. Также недалеко от города доступны такие развлечения, как катание на квадроциклах, сафари, полет на воздушном шаре и самому популярному среди туристов парку с качелями Бали Суин. Бали Суин. Что это такое? Территория с разнообразными качелями, на которых вас раскачивают и фотографируют. Но если вы пришли сюда повеселиться и расслабиться, забудьте, вы пришли сюда фотографироваться. Качели взлетают над рисовыми полями и джунглями. Территорию поделили между собой три местные компании, так что приготовьтесь к довольно высоким ценам на входные билеты. Нам они обошлись в 100 долларов за двоих. Перед входом девушки могут выбрать понравившееся платье или сфотографироваться в своем. Я взяла с собой свое и оказалось, что за собственное платье тоже нужно доплачивать. Какой кстати? Вы меня извините! Так что вот вам лайфхак. Делайте возмущенное лицо, по которому легко читается, что вы скорее туда вообще не пойдете, чем заплатите не пойми за что. И вуаля! Платите только за входные билеты. Но стоит учитывать, что это было вне туристический сезон. Такой разнообразный и неповторимый этот остров. Бали действительно превосходное место для отдыха. Такой концентрации возможностей попробовать что-то впервые и так разнообразно провести время я нигде больше не видела. Бали – это не просто место. Это уникальное путешествие, которое оставит у вас незабываемые впечатления и воспоминания. На этом все. Надеюсь, видео вам понравилось. Подписывайтесь и не забывайте ставить лайки. Путешествуйте и будьте стильными! До новых встреч!